Салон по оказанию интимных услуг работал в Самаре больше двух лет. Незаконный бизнес организовала супружеская пара. Своих сотрудниц набирали по интернету. У девушек был плотный график, работали они каждый день. Имела место и корпоративная культура. Появляться на работе девушки обязаны были одетыми по дресс-коду, исключительно в платье и на каблуках. И ни в коем случае не употреблять алкоголь. Жрицы любви обслуживали клиентов по всему городу. В салоне работали свыше десятка девушек. Посредством социальных сетей предлагали девушкам работу с высокооплачиваемым. Организация была транспорта. Кроме того, были, согласно версии следствия, были установлены правила оказания услуг. В том числе была установлена заработная плата. А также были установлены условия выхода на работу, штрафы за невыход на работу. Прикрыть незаконный бизнес удалось путем контрольной закупки. Трех девушек и их начальницу задержали в бане с поличным. Позже нашли ее супруга, организатора борделя. Парень. Одна из девушек по делу проходит как свидетельница. Общаться на камеру по понятным причинам отказывается. Говорит, на работу устроилась по интернету. В месяц порой получала 100 тысяч рублей. Уволиться рассказывает не давали, угрожали расправой. Теперь делится с прошлой жизнью покончено. Перемены ждут и горе бизнесменов. По закону им грозит до пяти лет колонии поселения. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.